Доможаковские коровы свободно прогуливаются по улицам села последние денечки. С 1 апреля, согласно постановлению о благоустройстве, крупный рогатый скот должен пастись организованно и в стадии. И здесь не обойтись без профессионального пастуха. Его, как правило, выбирают всем селом на сходе. И ни один вопрос в повестке не вызывает столь бурного обсуждения и эмоций. Доможаковское село территориально растянуто, поэтому есть северное и южное стадо. Соответственно, необходимо два пастуха. Профессия требует физической выносливости и ответственности. Работать придется минимум полгода без праздников и выходных. Поэтому желающих быть пастухами немного. Своей кандидатуры выдвинули всего два человека. За них и проголосовали. А нынешним выбором сельчан довольны? Так он в прошлом году упал. Нормально было? Да. А цена? Ну, цена. Не любой согласится. Погода, дождь, снег, ветер. За одну голову в стадии придется платить 270 рублей. Хозяйство у всех разное. Кто-то держит пару коров, у кого-то более десяти. В любом случае, пастьба в стадии обойдется дешевле, чем штрафы. В случае обнаружения бродячего скота без присмотра, у нас есть штрафная площадка, куда мы производим загон и составляем административные протоколы. Данные протоколы отправляем в районную администрацию, где рассматриваются данные дела и выносятся штрафные санкции от 500 до 1000 рублей. Организованный выпас скота – это не только порядок в деревне. Это еще и вопрос безопасности. Во-первых, бродячий скот часто воруют. Такие преступления практически не раскрываются. Во-вторых, свободно гуляющие домашние животные становятся причиной ДТП. В прошлом году без малого 200 аварий. В Хакасии произошло по вине коров и лошадей. У нас есть несколько человек, фермеров, которые приобрели электропастухи и тем самым оградили, так сказать, выход своего скота на дорогу, контролируется выпас. Но это не все, не везде. То есть проблема эта существует и с ней, как и во всех районах, нам приходится работать. Жители Доможакова электронным пастухам предпочитают живых, родных, доморощенных. Сергей Покаяков местных коров будет пасти вместе с отцом. Трудностей профессии не боится. Что-то охуешь, ветер дует, что там ветер дует. Главное, чтобы коров в стадо люди пригоняли вовремя, а высокие надои пастухи постараются обеспечить. Олеся Калиниченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия. Продолжение следует...